Наконец-то я доделал свой мольберт, но я решил такое вот видео снять, не поленился. Недавно только закончил делать мольберт, в руках у меня шараповер. Вот тут морошковый ключ, простой карандаш, линейка, дощечка. Это в общем все надо убрать. Ну и давайте расскажу про некоторые нюансы, которые я в общем доделал для своего мольберта. Я и мольберт. Наконец-то я его доделал, то есть некоторые лапчасти, которые я делал раньше, то есть с нуля, это было очень давно. Но, ну, когда я находился в Dalby Pulse, я его сюда привез, то есть я разобрал его по болтикам, доски к досочкам, а болтики к болтикам. Потом, когда я сюда привез, я его аккуратно собрал. Я понимал, что его нужно доделать до конца, то есть довести до ума. Был один такой момент, ну недавно, в общем, был такой момент, когда я вот... Не обращайте внимания на Harley Quinn, так что она еще это, ну, этот рисунок, грубо говоря, еще не закончен. Короче, я когда брал, ну, клеил скотчем, ну, грубо говоря, вот этот вот скотч, то, когда я клеил, в общем, это вырывалось, и мне это не устраивало, нужно было какое-то решение. И потом, я такой, потом... Я потом удивляюсь, почему, когда я находился в Dalby Pulse с этим Альбертом, почему до меня это сразу не дошло. Я просто додумался доделать вот такие вот крепления. У меня это заняло не так много времени, чтобы я сделал, в общем, эти крепления. Ну вот, хочу рассказать про один момент, про крепления. В общем, они в двух местах крепятся, вот, ну, то есть фиксируются, и можно под свой глаз их настроить. То есть, как вам удобно, то есть, держать, в общем, бумагу. Захотели там так, захотели так крепить. Есть момент, который мне сложно объяснить, поэтому мне проще рассказать это на видео. Я уже не первый раз это говорю, то есть, я только собираюсь, хочу рассказать, чтобы до простого пользователя дошло, что это вот так вот делается. Ну, это, в общем, кому интересно. Давайте я еще раз вам попробую объяснить. В общем, есть такие вот крепления, которые я сам додумался доделать. Вот, они крепятся, то есть, ну, фиксируются в двух местах. Вот, вы сюда ложите формат любой бумаги, ну, который позволяет вот на этой вот тонкой фанере установить. И там пробуете, например, этим скотчем, и у вас все, короче, вырывает. И тут я додумался, надо вот такие вот, ну, доделать, в общем, крепления. И это, ну, облегчает, в общем, всю дальнейшую работу. Чтобы было понятно, вот, как выглядит это крепление, которое крепится сюда, то есть, оно фиксируется вот в этих местах. Здесь вставляется специальный болт, ну, то есть, он может быть любого размера, любого диаметра. Здесь вот идет специальная гайка, тоже может быть любая, неважно. И она вот сюда вставляется за фанеру, за тонкую фанеру. Вот, вставляется. И вы как хотите ее фиксируйте, ну, то есть, наглядно, то есть, вы можете ее вот так зафиксировать, можете ее вот так вот зафиксировать. Даже можно горизонтально установить, допустим, эту фанеру, ну, грубо говоря, на этом Альберте, свою картину, в общем. Вот еще один момент, про который я хочу рассказать. Вот эти вот, ну, то, что фиксируется, да, то есть, полотно, там, картина, то есть, делаются специальные крепления, которые я, в общем, делал. Дополнительно ставил вот такую вот досочку, то есть, я ее не крепил, а вот сверху я ее, в общем, прикрутил шурупами. Естественно, вот на этой досочке можно просверлить, ну, чтобы было кресло. А можно не обязательно сверлить, не крепить, а просто вот так вот приложить. И доделать, ну, дополнительно вот здесь вот длинную, в общем, такую досочку. Ну, не слишком толстую. И можете фиксировать, опять же, как вам удобно. То есть, можете вот так зафиксировать, то есть, можете уже сделать и так далее. Вспомнил одну передачу, сделай сам или там эти очмелые ручки. Ладно, короче, вот как выглядит это крепление. То есть, оно, ну, как бы крепится, и вам там не обязательно, то есть, откручивать полностью болты. А вы можете просто их немного отпустить, чтобы просто приподнять кверху. И это все просто упрощает. Ну, как объяснил, так и объяснил. Просто я уже еще раз повторю, что некоторые моменты мне сложно объяснить. Мне проще это показать. Ну, как объяснил. Хочу немного рассказать про еще один момент. Короче, можно установить полотно, грубо говоря, вертикально. Фиксировать вот эти вот крепления, как вам удобно. То есть, ну, грубо говоря, будь там какой-то портрет рисовать. То есть, можете там, ну, так вот зафиксировать, да. Вот здесь там взяли, ну, что вот, взяли вот там вот так зафиксировать. Ну, так вот, как вам, в общем, удобно. Ну, грубо говоря, просто говорю, да. Взяли линейку там, сами измерили. Ну, взяли там, грубо говоря, метровик, линейку, замерили, как вам удобно. Зафиксировали и рисуете. Так, у меня есть бумага. Покажу на примере просто. Конечно, зафиксировать в таком положении удобно. То есть, нужно эту фанеру вложить на пол, и тогда удобнее просто будет зафиксировать бумага. А стоя, в стоячем положении, грубо говоря, будет немного неудобно. Ну, вот, я выловил этот момент. В общем, фиксирую. Вот, я фиксирую бумагу. Зажимаю. Ну, грубо говоря, это можно назвать тиски. Так будет проще, так и своего рода струбцины. Ну, вот, вы ее зафиксировали. Блин, она свалилась, черт возьми. Ну, вот, короче, я зафиксировал. Художник 21-го яка. Шуруповер там. С бабочкой краски. Гуашь. С палитрой. С палитрой. У вас всегда есть большой выбор в кисточках. Хочу поговорить про еще один момент. Короче, можно мольберт купить в профессиональном магазине, который будет стоить, ну, не скажу, что бешеные деньги, ну, там, в пределах где-то 100 евро. А можно сделать вот своими руками этот мольберт и сэкономить, в общем, кучу денег. Ну, только время вы не сэкономите, потому что вам так и так уйдет куча времени, чтобы сделать, ну, не так симпатично, как это в магазине делать. Ну, все там вылизывают, короче, чтобы все это смотрелось красиво. То есть, ну, как-то самодельно, своими руками, ну, вы зато сэкономите кучу денег. Ну, не сэкономите время, потому что вы будете тратить на это время. Ну, зато сэкономите деньги. Ну, вот такой я хотел, в общем, про этот момент, в общем, вам рассказать. Я и мой мольберт, который я, наконец-то, довел до ума, который не был довен как следует. То есть, он был просто сделан, но не доделан как следует. Ну, вот я его, короче, довел до ума. Кисточка. Я, там, скоро что-нибудь начну рисовать. Ну, то есть, надо закончить все-таки рисовать Харрик Квинн, а потом пробую что-то другое. Буду, не буду снимать про это видео, я не знаю. Ну, в общем, вот я вам хотел рассказать ради разнообразия про свой мольберт, который я раньше его делал, но не довел до ума. А теперь практически на 90% я этот мольберт довел до ума. Я нарисую тебя! Стану великим художником! Машка, наверное, стала великим художником!